13 августа депутаты Славянского района собрались на очередную 53-ю сессию совета. Все вопросы, вынесенные в ее повестку, народные избранники обсудили ранее на заседаниях депутатских комиссий. Какие были приняты решения по итогам сессии, смотрите в нашем следующем материале. В целях экономического развития Славянского района за 6 месяцев 2014 года депутатам доложил заместитель главы района по вопросам экономического развития Валентина Трошко. Он отметил, что Славянский район занял пятое место в рейтинге муниципальных образований Краснодарского края среди 44-х с хорошими показателями по темпам экономического развития. В 2014 году удалось увеличить земельные платежи с 16 миллионов до 125 миллионов рублей. То есть, дополнительно были собраны средства в бюджет за счет арендной платы предприятий, занятых в отрасли добычи полезных ископаемых – Роснефть и Газпром. По словам Валентина Трошко, основные темпы роста обеспечили промышленные предприятия. Их росты по объему выпускаемой продукции, они и очень положительно сказываются, но на дополнительных поступлениях в бюджет Славянского района. За счет того, что на этих предприятиях работает достаточно большое количество наших граждан, соответственно, растет среднемесячная заработная плата, растут поступления в бюджет от налога на доходы физических лиц, соответственно, растут поступления в бюджет. За счет этого, как объяснил Валентина Трошко, растут и налоги на доходы физических лиц, соответственно, растет и бюджет. От того, как пополняется районная казна, зависит развитие нашего района, его благоустройство, строительство новых социальных объектов. К примеру, в этом году начато строительство самого большого в районе детского сада на 320 мест. Завершаются строительные работы на легкоатлетическом комплексе. Безусловно, это все направлено на улучшение жизни людей и социально-экономического климата Славянского района. Всего на сессии совета было рассмотрено 4 вопроса. Дина Капучевская, Сергей Тимовский, программа «События».